МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, расходы Челябинской области на преодоление экономических последствий распространения коронавирусной инфекции оцениваются в сумму порядка 11 миллиардов рублей. Именно столько, по данным Минфина, потребуется на поддержку бизнеса и людей в трудной экономической ситуации. Так, по итогам первого квартала бюджет Челябинской области недополучил почти 1 миллиард 300 миллионов рублей. Между тем, власти региона не планируют существенного сокращения расходов, а также не отказываются от вложений в экономику. Ни о каких значительных сокращениях речи не идет. Органы власти и главы территории должны проинвентаризировать расходы по своим направлениям и обозначить траты, от которых можно отказаться в случае неблагоприятного развития событий. Речь идет об участии в различных конференциях, поездках, командировках. Ремонты и стройки, не связанные с социальными задачами, приобретение автомобилей для чиновников, также не являются первоочередными расходами, говорится в сообщении. Четвертая неделя карантина не лучшим образом сказывается и на бизнес-климате региона. Предприниматели, те, кто работают в ресторанном бизнесе, владельцы развлекательных заведений, фитнес-центров, хозяева различных магазинов, кроме продуктовых, терпят огромные убытки. Сегодня правительство России совместно с руководством регионов реализует системные меры для поддержки экономики государства. О ключевых этапах этой работы мы сегодня поговорим с Натальей Лугачевой, министром экономического развития Челябинской области. Здравствуйте. Расскажите об основных мерах поддержки бизнеса, которые были приняты на уровне области, в частности о том, что касается вопросов налогообложения. Доброе утро. Действительно, задача по обеспечению устойчивого развития экономики в регионе, она поставлена перед всеми субъектами Российской Федерации, Челябинская область здесь не осталась в стране. И одним из основных направлений нашей работы – это обеспечить занятость населения, это сохранить по максимуму рабочие места. Я отмечу, что сегодня в Челябинской области более 140 тысяч субъектов – это субъекты малого и среднего предпринимательства. У них работает каждый пятый работающий в экономике региона. И поэтому важно было в первую очередь помочь тому бизнесу, который вы перечислили. То есть это те сферы деятельности, которые попали сегодня в зону повышенного риска. Те, которые в первую очередь пострадали от распространения новой коронавирусной инфекции. На территории Челябинской области действует штаб по экономике, его возглавляет губернатор Челябинской области. На этом штабе рассматриваются предложения от деловых объединений, от общественных объединений, от бизнеса, от системообразующих предприятий, от органов исполнительной власти. В нем активно участвуют и депутаты законодательного собрания Челябинской области, и представители деловых объединений. Мы вместе решаем и обсуждаем текущую ситуацию в экономике, определяем набор мер первоочередных, которые необходимо реализовать на региональном уровне. Сейчас в комплекс этих мер входит более 30 мероприятий. Я отмечу только те, вопрос которых у вас был обозначен. Это снятие фискальной и административной нагрузки на бизнес в первую очередь. Сегодня на территории Челябинской области действуют моратории на все виды регионального и муниципального контроля. В случае, если деятельность субъектов предпринимательства не несет в себе риски для ухудшения состояния жизни и здоровья граждан. Во-вторых, это снижение налоговой нагрузки. Уже сегодня приняты законы Челябинской области об уменьшении ставки единого налога на обмененный доход. В эту работу включились все муниципалитеты. В течение апреля, по задаче, которая была поставлена Алексеем Леонидовичем, они должны были принять на своих территориях законы, уменьшающие ставку единого налога на обмененный доход в два раза с 15 до 7,5%. Сейчас эта работа уже близится к завершению. На региональном уровне уменьшена ставка налога по упрощенной системе налогообложения. По системе доходы мы уменьшили с 5% до 1%. По системе налогообложения доходы минус расходы мы с 10% уменьшили до 5%. Полностью освобождены от уплаты транспортного налога субъекты предпринимательства, осуществляющие перевозки граждан, перевозки грузов, а также перевозки неопасных твердых бытовых отходов. Уменьшена стоимость патентов для субъектов предпринимательства, которые выбрали эту систему налогообложения. Сегодня, в 2020 году, стоимость патентов для них установлена на уровне 1-2 рублей. Одновременно с федеральной мировой поддержки по срочке налоговых платежей на региональном уровне также была установлена срочка для уплаты налоговых платежей для субъектов предпринимательства, находящихся на специальных налоговых режимах. Это плательщики единого сельскохозяйственного налога, плательщики ЕНВД, плательщики патентной системы налогообложения и плательщики, находящиеся на системе налогообложения, упрощенки. В настоящий момент территория бизнеса запустила 5 новых продуктов. Скажите, пожалуйста, как ими может воспользоваться предприниматель? Да, действительно, сегодня было запущено несколько антикризисных программ территории бизнеса. Одна из них называется «Антивирус». Это предоставление займов по ставке 1% годовых со срочкой платежа на 6 месяцев. Денежные средства по этой программе могут быть направлены на пополнение оборотных средств, на выплату заработной платы и, в том числе, на рефинансирование действующих кредитных портфелей. Следующая программа – это реструктуризация уже выданных ранее территорией бизнеса микрозаймов. Также под 1% годовых, также с 6-месячной отсрочкой платежа. И я отмечу, что сегодня это наиболее востребованная форма поддержки, потому что к нам уже обратилось порядка 40 субъектов предпринимательства, и мы реализовали реструктуризацию микрозаймов на сумму, превышающую 135 миллионов рублей. Следующая программа – это предоставление поручительства территории бизнеса под кредиты, выданные в банковских организациях. Стоимость этой услуги 0,5%, мы ее уменьшили. Она направлена на то, чтобы предприниматели могли реструктурировать банковские кредиты. И еще одна поддержка – это реструктуризация уже самой программы поручительства, которая была выдана ранее территорией бизнеса. Для чего? Для того, чтобы обеспечить поручительство не более 70% до 25 миллионов под уже ранее выданные кредиты банками, в случае, если меняются условия выдачи этого кредита, продление срока самого банковского кредита, либо изменение ставки по минимуму. А часто ли поступают звонки? И какие вопросы чаще всего волнуют предпринимателей? Да, действительно, сегодня территория бизнеса работает как большой колл-центр. У нас за весь период введения режима повышенной готовности поступило более 21 тысячи обращений. Это и телефоны, и чат-боты в режиме письменных запросов. И если говорить именно о телефоне «Горячая линия», то тут обращений более 10 тысяч. Из них более половины – это 61%, если быть точным. Суть этих вопросов заключалась в том, а кому можно в режиме самоизоляции работать? А второй блок вопросов – это как раз по финансовым инструментам поддержки, которые территории бизнеса реализуются. И оставшаяся часть пополам – это вопросы, связанные с налоговыми преференциями, и различные правовые консультации. Спасибо. Это была Наталья Лугачева, министр экономического развития Челябинской области. Спасибо, до свидания. А мы продолжаем программу. Поддержат малое и среднее предпринимательство не только власти страны и региона, но и крупный бизнес. Так, Магнитогорский металлургический комбинат продолжает софинансировать проекты малого и среднего бизнеса, которые реализуются резидентами ММК «Индустриальный парк». Поддержка со стороны ПАО ММК предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет 30% от суммы проекта, но не более 15 миллионов рублей. В этом году первой компанией, которая воспользовалась данной преференцией, стал Магнитогорский металлообрабатывающий завод. От крупных проектов к вопросам насущным. Когда в России подешевеют лимонный чеснок и гречка? Специалисты утверждают, что стоимость подорожавших на 20-60% продуктов стабилизируется со спадом ажиотажа. Средняя цена чеснока в России в марте по сравнению с тем же месяцем 2019-го поднялась на 61% до 257 рублей за килограмм, а гречки на 40% почти до 70 рублей. Это зафиксировано в единой межведомственной информационной системе. Нестабильны цены и в магазинах Магнитогорска. Какие продукты подорожали, а какие наоборот упали в цене, мы спросили специалистов и простых покупателей. Людмила Петровна ходит в магазин раз в неделю. Покупает все только самое необходимое – молочные, крупы, хлеб, чай. Заметила, что на отдельные товары цены ползут вверх регулярно. За несколько дней гречка 3 килограмма 200 рублей. Это точно выросло. А так больше нет, пожалуй, нет. Но вот чай недорогой, совсем недорогой. Сейлонский пиво – 52 рубля. И чай, и гречка входят в список 32 социально значимых товаров, которые ежедневно мониторят сотрудники городской администрации. Мария Фатеева фотографирует ценники в различных супермаркетах пяти крупных сетей, которые представлены в Магнитогорске, а также на городских рынках и в небольших магазинчиках. Информация направляется в части именно цен, изменения, то есть динамика смотрится, и наличие товаров, конечно, чтобы потребители были обеспечены полностью всеми необходимыми продуктами. Смотрим, чтобы они были в наличии. И также мониторим ситуацию по изменению. То есть когда-то они есть, когда-то их нет. Сведения о ценах на продукты первой необходимости передают в Министерство сельского хозяйства Челябинской области. По словам заместителя министра Александра Раевского, учет ведется с 23 марта, и цены сегодня достаточно нестабильны. Я могу назвать те продукты, на которые значительно по отношению к остальным выросло, но не запредельно, скажем так. Это мясо, говядины, свинины, где-то порядка 38-40% повышение прошло. Гречка на 37%, сахар, песок на 20%. Ну вот, собственно, а капуста белокочанная 21% и 14% на морковь. А вот по словам магнитогорских покупателей, в сетевых магазинах мясо подорожало незначительно. Я не заметила, чтобы выросли особо. Примерно так же есть со скидкой, есть замороженная цена, как бы как была. Не заметила. Ну вот есть, конечно, кое-что очень дорогое, вот 500, я не знаю, по какой причине. А основная масса нет, не подорожала. По информации Минсельхоза сбросили в цене мука, пшено, молоко, сгущенный и репчатый лук. Последний аж на 50%. Но в Магнитогорске такой спад не прослеживается. Лук с 20 рублей поднялся в цене до 34 рублей за килограмм. Что же касается гречки, в целом по области ее стоимость стабилизировалась и даже понизилась. В Магнитогорске видим небольшое повышение. 66 рублей за килограмм или, как в этой упаковке, 199 рублей за 3 килограмма. По моим наблюдениям, в цене подорожала гречка и фрукты, а курица практически не изменилась. Ну еще и лимон и имбирь тоже подорожали. Что же касается имбиря, то он не входит в список социально значимых продуктов. И рост цен на него за последний месяц побил все рекорды. В Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы посыпались жалобы от граждан. Цена на имбирь с 200-300 рублей за килограмм, это средняя стоимость в конце февраля, взлетела в 5 и более раз. В этом магазине он стоит почти 1000 рублей за килограмм. А в некоторых торговых точках цена доходила до нескольких тысяч за килограмм. Оказалось, виной всему небывалый ажиотаж на этот продукт. В интернете была распространена фейковая информация, что якобы имбирь помогает в лечении коронавируса. В итоге в марте поставки имбиря на Южном Урале увеличились в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Данное увеличение было вызвано ажиотажным спросом и сокращением поставок на данную продукцию, поскольку основные поставки идут из-за рубежа. Сейчас антимонопольная служба признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях крупнейших продавцов не усматривает. Однако в случае выявления таких действий со стороны хозяйствующих субъектов, антимонопольной службой будут немедленно приняты меры антимонопольного реагирования. Также в Уфас ранее поступали обращения о росте цен на лимоны и чеснок. Сейчас цены на данную продукцию в крупных сетях стабилизируются, заверяют в антимонопольной службе. Кроме того, на сайт Уфас южноуральцы могут сообщать о неадекватно завышенных ценах на товары, по их мнению. Здесь можно посмотреть среднюю цену на социально значимые продукты. В целом же потребители просят не создавать ажиотаж, не закупать продукты в больших объемах. К примеру, запасов гречки более чем достаточно и опасений, что она исчезнет с полок, не может быть. На Магнитогорском металлургическом комбинате в эти дни проходит организационная работа по реализации программы поддержки магнитогорцев с низким уровнем дохода, утвержденной председателем Совета директоров Виктором Рашниковым. Программа адресована одиноким пенсионерам старше 65 лет и многодетным семьям. Список нуждающихся сформирован Управлением социальной защиты города. Кроме продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты, Магнитогорский металлургический комбинат закупает компьютерную технику, планшеты и ноутбуки для детей из малообеспеченных семей и молодых педагогов. Первую партию, что касается пенсионеров, первую партию продуктовых наборов и средств индивидуальной защиты мы уже раздали, разнесли. А сейчас, поскольку на прошлой неделе мы оценили, что нуждающиеся гораздо шире группа людей, которым мы планируем помогать, она гораздо шире. Сейчас идет заново заказ самих продуктов, покупка, доставка их. Это была программа «Деловая неделя». Увидимся через неделю на телеканале ТВИ. Продолжение следует...